Детей отняли от смартфонов, здоровее будут, выходные в Порошино для них устроили богатырские забавы. Они увидели, как на Руси обходились без гаджетов. Вятский воевода со своими ватаманами устроил показательный бой на мечах, а еще научил юных кировчан метать копья и стрелять из лука. Такой день здоровья на свежем воздухе точно наберет лайки. Ксения Веснина наблюдала, как экологичный отдых попал в тренды. Наше название идем на таран! Ура! Вместо зарядки – командная разминка и вперед в бой. Естественно, полезный для здоровья и максимально позитивный для настроения. В Порошино на День здоровья приехали дети и их родители. Разделились на команды. У каждой названия в духе средневековья – таран, вятский богатыри, щит. Дети соревновались в троевом шаге, маршировали, как настоящие воины, которые идут на поле сражения. Но в военных походах главное – боевой дух, а значит, без троевой песни никуда. В День здоровья в духе средневековья не обошлось без встречи с вятским воеводой и его помощниками ватаманами. Воины показали мастер-класс на мечах. Мастерство владения меча привлекло не только героев Дня здоровья, но и тех, кто приехал к Порошино на прогулку. Готовы лицезреть скорость, движение меча? Да! Ё-моё! День здоровья в конном клубе «София» проходит впервые. На него пригласили детей, которые несколько недель занимаются здесь ипотерапией. Благодаря фонду президентских грандов мы в этом году, вот это лето, работали с детишками, с инвалидами по программе по работе по АВЕ. Адаптирована верховая езда. И в конце проекта мы решили устроить для ребят и их родителей праздник. День здоровья мы его назвали. Благодаря! Организаторы придумали большое количество развлечений для участников Дня здоровья, чтобы те себя почувствовали жителями средневековья. Например, сражение на мечах, метание копья или стрельба из лука. И сейчас мы попробуем попасть в яблочко. Дети попробовали себя в сражении на мечах с дружинником. В целях безопасности мечи были ненастоящими. Настоящим оружием были копья и стрелы. После успешных занятий ветский воевода посвящал детей в свою дружину и давал им звание. Давай так, ты у меня будешь копейщица в конном строю. В первом десятке вот Эмана Николая. Вот твой брелочек. Это будет твоим оберегом. Как только все копья были брошены, стрелы сломаны, а строевые песни спеты, гостей праздника ждал сюрприз. Плов по особому рецепту вятского воеводы. Готовили специально на большое количество гостей, потому что к концу праздника количество желающих провести День здоровья в средневековом стиле увеличилось в несколько раз. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».